Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал! В эфире с вами Хатабыч и рубрика бесплатные обзоры. Сегодня я буду обозревать 36-й танковый полк. В его составе у нас находится 18-тонный тягач, на базе которого поставили пушку Флаг-37. 8,8 сантиметров. 88 миллиметров. Ну так вот, давайте посмотрим поближе, познакомимся с этой огроменной дурындой, с этим шифонером, это так огромный гроб на колесах. Что здесь у нас? Что здесь у нас по поводу бронирования? Ай, да совсем немножко. 14,5 миллиметров. И во лбу, и по бортам, и орудие тоже прикрыто 14,5 миллиметров. Снаряды расположены сзади. Они прикрыты практически ничем не прикрыты. Ну тягач, это тягач. Пожалуйста. По поводу рентгена. Рентген у нас, двигатель. Командиры мехвод находятся спереди, наводчики заряжающие сзади. Ну а теперь немножко о членах экипажа, которые я тут наблюдаю. Наводчик, мехвод, командир и три заряжающих. Перки я им расставил следующим образом. Способности у них 18, 17, 22. Нормально. Вот нормально. Вот как раз нормально. Можно выставить нижние перки, пожертвовав всем остальным. Это наводчик. Это мехвод. Командир. Заряжающие имеют одинаковые способности. Вооружил я их тем, что у меня было под рукой, чтобы не покупать, не тратить. Серебро. Перета. Перета такая. Кирейли 39М. Малый рюкзак, чтобы можно было поместить инструменты и аптечку. Почему так? Да потому что если вас заметит вражеская техника, то долго вы не проживете. Поэтому особый смысл тут насовывать много аптечек или много инструментов не имеет смысла. Поговорим немножко о истории этого орудия, о истории этого тягача. Немецкие войска в Африке выражали желание получить более мощное оружие. Поэтому в качестве быстрого решения зенитную пушку 88МФЛАГ-37 установили на шасси 18-тонного тягача с торсионной подвеской. Тягач был самой тяжелой немецкой полугусеничной машиной во Второй мировой войне СДКФЗ-9. Разработан был как тягач транспортировки тяжелой артиллерии и как машина, способная брать на буксир потерявший ход танки. Первый прототип был представлен аж в 1936 году. Изначально машину собирались использовать в качестве ремонтно-эвакуационной техники. Однако, в ходе Второй мировой войны некоторые из произведенных тягачей приспособили в качестве артиллерийской платформы. Тягач превратился в мобильное ПВО и противотанковую самоходку, а также был способен нести несколько конфигураций вооружения. Наиболее опасной из них была та, которая представлена сегодня у нас в игре и предполагала установку знаменитой 88 мм пушки ЛАГ-37. Двигатель и кабина были прикрыты 14,5 мм броней. Пушка также имела бронесчит. 31 октября 1942 года был готов первый прототип. Войска Ромеля часто использовали свои 88 мм зенитные пушки против английских танков, поэтому мобильный вариант должен был удачно вписываться в концепцию Лиса-пустыни. 88 см ФЛАГ-37 имела полуавтоматический горизонтальный клинолитный затвор, установщик трубы и пневматический досылатель. Скорострельность составляла от 15 до 20 выстрелов в минуту. Баллистический потолок зенитной гранаты составлял 10,6 км. Дальность действенного огня чуть более 7,5 км. Заказ был выдан на 112 машин. Однако всего с июля по сентябрь 1943 года изготовили 12 таких машин. В сентябре 1943 года подразделения направили в Италию, в 26-ю танковую дивизию. Вот такие дела. Поговорим немножко о самой пушке. 8,8 см ФЛАГ-37. А также были модификации 18 и 36. Также известная как 8,8, германское 88-мм зенитное орудие, которое находилось на вооружении с 1932 года по 1945. Оно было самое лучшее орудие Второй мировой войны. Это зенитное орудие послужило образцом при создании орудий для танков Тингер Панцер Камфаген 6. Эти орудия широко использовались в роли противотанковых, а также полевых орудий. Согласно Версальскому договору, Германии запрещалось иметь на вооружении и разрабатывать зенитную артиллерию. Но уже в 1920-х годах немецкие инженеры из концерна Круппа снова занялись разработкой подобной пушки. С целью преодоления ограничений Версальского договора все работы по изготовлению образцов велись на шведских заводах «Бафос», с которыми у Круппа были заключены двусторонние соглашения. К 1928 году были готовы прототипы зенитных пушек калибра 75 мм со стволами длиной 52-55 калибра и 88 мм со стволом длиной 56 калибров. К 1930 году, предвидя развитие высотной бомбардировочной авиации, немецкие генералы и конструкторы решили увеличить калибр предложенной им 85-мм зенитной пушки М29 совместной разработки «Бафос» и «Крупп». Унитарный выстрел 105 мм калибра оказался слишком тяжелым для полевых условий, но заряжающий не смог бы обеспечить высокий темп стрельбы, поэтому остановились на промежуточном калибре 88 мм. В 1932 году на заводе «Крупп» в городе Эссен началось массовое производство пушек. Так появились знаменитые «Ахт-Ахт-88» от немецкого 8,8 см, 88 мм зенитная пушка «Флаг-18». Ее поставки в зенитные части вермахта, сформированные на базе 7 моторизированных зенитных батарей Рейхсвера, начались в 1933 году под обозначением 8,8 см, зенитная пушка «18». Указание «18» в названии пушки намекало на 1918 год и было сделано с целью дезинформации, с тем, чтобы показать, что Германия придерживалась условий Версальского договора, который запрещал разрабатывать зенитные орудия. На какие же снаряды использовались в пушке «Флаг-37»? Это три типа снаряда, которые непонятно что представлены в игре «Инлисты». Но в истории это звучало следующим образом. Первый тип снаряда — это осколочная граната с винтовым дном. Вес 9 кг. Взрывчатое вещество составляло 700 г тротила. Эти гранаты использовали взрыватели трех типов. Первый тип — это Тилькруппа ЗТ ЗС-30 или ЗХ ЗС-30. Второй тип взрывателя Юнгенса ЗТ ЗС-30. Сфера поражения цилиндр диаметром 60 метров и высотой 12 метров. Головной ударный взрыватель АЗ-23-28. Сфера поражения цилиндр диаметром 60 метров и высотой 12 метров. Второй тип снаряда — это, конечно же, осколочная граната, цельнокорпусная. Вес взрывчатого вещества составлял 900 г. Взрыватели были точно такие же. Ну а также третий тип снаряда — это бронебойный, вес которого составлял 9,5 кг. И в его составе было 64 г гексогена. Взрыватели были БДЗ-5127. Что ж, спасибо, ребята, что послушали такую краткую справочку. Давайте перейдем к геймплею. Так, попадаем мы в Сталинград, конечно же. Ну, не ржев, ладно. По традиции устоявшейся покажу вам технику снаружи. Вот она такая огроменный-огроменный. Кошмар какой просто огроменный и высокий. В него очень легко попасть. Да, даже издалека. Вот так вот. Ну ладно, запрыгиваем, поехали. Поехали. Мы в обороне. Очень сложно маневрировать на таком огромном гробе. Шифонер. Ну, что-нибудь придумаю. Что-нибудь придумаю. Просто супер. Да, отлично. Так и надо, так и надо. Ага. Что тут еще у нас есть? Кто? Кто еще? Кто еще? Прошмыгнет. Никого больше нету? Жаль. Фигово. Есть. Тридцать четверочка отлетела. Офигенно. Офигенно. Просто офигенно. Что происходит, ребята? Чувствует это колымага на городский. Компания. Просто отвратительно. Ничего ей не помогает и не поможет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...